Если третий ребенок родился и ты условно получаешь бесплатно квартиру от государства, думаю, будут ржать. Ах, Беларусь! Страна контрастов! Элитные дворцы на фоне скромных дачных домиков. Майбахи за сотни тысяч долларов. На фоне подержанных автомобилей простых рабочих. И посреди всего этого посидевший старик. Единственный в Беларуси человек, которому при жизни удалось попасть в рай. Дважды. Я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай. Я летаю. Я в раю. Но, как известно из Библии, в раю обязательно водятся змеи. Существа, которые мешают Богу и тем, кто его немного повыше, нормально жить. Я хочу рассказать вам новую историю. Историю о том, как президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз утратил связь с реальностью и поселился в своем заколдованном мире. Уже много лет со всех белорусских каналов в уши наивных людей льется различная ложь. Например, что государство превратило жизнь многодетных семей в сказку. У них и дополнительная материальная помощь, и льготы, и бесплатное жилье, для получения которого нужно всего лишь рожать. Но главное, рожайте побольше детей. Ну, вам же просто. Просто? Наверное, просто Лукашенко, помимо профессий птичника, личного водителя, аптекаря, стал еще и гинекологом. Что ж, про льготы и поддержку многодетных – это правда. Только эта правда касается лишь 20% семей. Реальность остальных 80% – иная. Холодным октябрьским утром в тихом Минском дворике собрались представители многодетных семей со всего Минска. Они приехали рассказать, что большинство информации, которую озвучивает про них президент, – это откровенная ложь. Первая и самая главная ложь – это то, что многодетным семьям жилье предоставляется бесплатно или с беспроцентной субсидией. Я хочу сказать, что квартиры бесплатные для многодетных – это миф. Такое чувство, что чиновники целенаправленно вызывают к многодетным родителям чувство зависти и злости. Ведь постоянно на новостных интернет-порталах, в печатных изданиях, на белорусском телевидении показывают сюжеты, в которых постоянно намекают на бесплатное жилье с беспроцентной субсидией для многодетных. На самом деле, государство субсидирует лишь 718 рублей за метр квадратный жилья. Хотя его реальная стоимость, в том же Минске, в разы выше. Пытаясь скрыть этот факт, по государственному телевидению демонстрируют кадры, где чиновник рассказывает сказке, что фактическая стоимость жилья составляет 850-900 рублей. Якобы государство покрывает расходы многодетных на жилье практически на 90%. Государством определена предельная стоимость для кредитования в размере 718 рублей. А по итогам года для данной категории граждан в составе многоквартирных домов стоимость составляла порядка где-то 850-900 рублей. То, что говорит этот мужчина, является манипуляцией, которая призвана создать красивую картинку по стране. На самом деле, стоимость жилья, особенно в столице, гораздо дороже. Государство помогает лишь в части, субсидируя 1 квадратный метр по стоимости 718 рублей. В то время как в Минске на сегодняшний день стоимость квадратного метра достигает уже 1500 рублей. Да что там полторы тысячи? В советском районе города Минска предлагают строить жилье стоимостью 1785 рублей за метр квадратный. Представьте, 718 рублей за метр квадратный государство дает по льготе. А 1067 рублей необходимо кредитовать в банке почти под 14% годовых на 20 лет. Только представьте, какая за 20 лет соберется переплата банку при строительстве, например, 80-метровой квартиры. За эти деньги можно было бы приобрести целых две таких квартиры. Зачем же тогда президент и его приближенные лгут? Все просто. Впереди выборы 2020 года. А ситуация в экономике катастрофическая. Денег на повышение зарплаты? Нет. Предприятия убыточны. Россия отказывается бесплатно кормить эту власть. Естественно, у белорусов накапливается такое чувство, как ненависть. И эта ненависть справедливо направлена на жителей правительственного поселка Дрозды. Жители Дроздов это понимают и пытаются ненависть людей перенаправить себя на кого-нибудь другого. Например, на многодетных родителей, которые якобы имеют бесплатное жилье. По мнению некоторых министров, это многодетные семьи разворовали предприятия. Это многодетные бездарно растратили миллиарды долларов европейских и российских кредитов. Это многодетные рассовали своих детишек по самым высокооплачиваемым должностям в правительстве. Лукашенко использует известный многостолетий принцип «разделяй и властвуй». Разделить граждан на многодетных и немногодетных, на милиционеров и гражданских, на тунеядцев и работающих. Еще одна распространенная ложь, что многодетным жилье предоставляется очень быстро, чуть ли не в течение года. На самом деле, большинство многодетных до того, как попасть в льготную очередь, по 10 и более лет отстояли в общей очереди. И после этого им опять приходится ждать предложения по 5, а то и 6 лет. Я многодетная мама, стоим мы на очереди уже 3 года. И сколько будем стоять еще, неизвестно, потому что среди нас есть люди, которые стоят уже 5, а то и 6 лет. И так и не дождались до сих пор своего предложения. Самое обидное, что почему-то все думают, что многодетные – это неблагополучные семьи, что мы рожаем детей только для того, чтобы построить квартиру. А ведь задумайтесь, на самом деле мы такие же семьи, как и те семьи, у которых есть один и два ребенка. Только, возможно, нам приходится больше работать, больше тратить своих сил. Мы также платим налоги, как и остальные семьи. Многие мамы из нас не могут 3 года сидеть в декрете, потому что нужно выходить на работу, нужно, возможно, искать кому-то подработку, чтобы заработать деньги не только на обеспечение своих детей, но и на те доплаты на жилье, которые нам приходится платить. Руководство государства настолько изворотливо, что придумало грандиозную схему. Я не знаю, сделал это самолично Лукашенко или кто-то из его приближенных, но факт остается фактом. Когда в семье появляется третий ребенок, семью ставят на льготную очередь по строительству. По указу президента, такие семьи должны направляться на строительство в течение года. Но руководство страны при этом не выделяет местным властям деньги на строительство. В результате очередь по строительству растягивается в некоторых случаях до 6 лет. Первые дети за эти годы становятся совершеннолетними и могут потерять льготы на жилье. Из-за несоблюдения указа номер 13 очередь в городе Минске растянулась на 6 лет. И семьи теряют свои льготы. К таким семьям относится моя семья. У меня ребенку через 3 месяца исполняется 18 лет. Идеально. Пообещать поддержку, а затем кинуть. Следует отметить, президенту важно, чтобы ему в уши поступала только правильная информация, что планы по строительству жилья выполняются и что все многодетные семьи довольны. О том, что планы по строительству жилья выполняются только на бумаге, Александру Григорьевичу не говорят. Его стареющий мозг может просто не вынести такой жестокой правды. Поэтому для него существует его собственная строительная статистика по всей стране. Ярким примером такой статистики является посещение правителям Гомельской области. Местные чиновники при общении на тему возведения жилья показывают ему разные картинки. Причем на одной из них видно, что планы по строительству жилья якобы выполняются в полном объеме. То есть за половину года выполнено более чем половина плана. Как же прекрасно управлять страной, где все хорошо, где на зеленых лугах пасутся коровы, где сладкие песни молоденьких девушек ласкают ослабевший с возрастом слух. Только вот реальность несколько иная. К примеру, в Минске в 2018 году на строительство должны были отправить 900 семей. По плану. А по факту отправили 386. В 2019 году на строительство должны были отправить аж 1896 семей. А по факту на начало последнего квартала отправили 417 семей. И улучшения ситуации ждать не приходится. Все планы по строительству выполняются только на бумаге. А вот как обстоят дела на самом деле. Постановлением Совета Министров утверждается план. 900 многодетных семей должны были быть направлены на строительство в 2018 году. А направили всего 386. Аж 1896 семей должны были быть направлены за 2019 год. А за три квартала этого года удалось направить всего 417. И надеяться на то, что за последние три месяца ситуация сильно поменяется, не приходится. К слову сказать, Лукашенко не просто не выполняет принятое на себя обещание перед многодетными мамами. Он их мужей вообще за мужчин не считает. Заявляя, что оплодотворять женщин могут только его приближенные. С мужиками у нас проблема. Вот надо выбирать из этого состава, что есть. Впрочем, некоторых девушек, а точнее уже женщин, Александр Григорьевич точно не обделит теплым обращением. Поэтому в ближайшее время к женщинам будет теплое обращение. А коль вы требуете, мы усилим его. Уже давно и очень упорно по стране ходят слухи, что Николаю Лукашенко к 18-летию построят новый дом. Уже даже готовится документация. А первый камень будет заложен в его день рождения, в августе 2020 года, на 16-летие парня. На то, что это не слухи, указывает и еще один факт. У Александра Григорьевича появилась новая подруга – Маша Василевич. И если она согласится родить ему ребенка, то он станет отцом двух несовершеннолетних детей и получит законное право на льготу по строительству коттеджа для Николая. Сейчас готовится специальный документ, согласно которому серьезные льготы по строительству получат и некоторые семьи, воспитывающие только двух несовершеннолетних детей. «Переломить ситуацию можно за счет усиления целенаправленной политики по долговременной поддержке семей с двумя и более детьми». Правда, Маша ему во внучке годится. Но разве это может стать преградой, если у любвеобильного дедушки возникнут чувства? «Последний раз, по-моему, мы с Полиной сидели, вот с ведущей. Давно, с 12 лет знаю, как тебя». Конечно, это можно назвать всего лишь слухами, которые расстраивают доброго президента. Но, несмотря ни на какие слухи, этот старик никогда не перестает радоваться жизни. А зачем Александру Григорьевичу грустить? У него все нормально. В его дворце у корыта тепло. Рядом тихо попискивает Мясникович. Красавица Маша томно предлагает свои услуги. По танцам. И только дети из простых семей, которым он поклялся помочь с жильем, стоят на холодном ноябрьском ветру с плакатами. Обещал – выполняй. Редактор субтитров А.Семкин